Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а так же компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а так же рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить там и покупать себе, и записывать, рассказывать об этих колонках, так же на авито и на юле можно рассказывать, так же голдитя, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать в магазине чайные листья, а потом сажать, и покупать за эти 200 этих пугалов, и 300 и 30 тысяч собак покупать, Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня, ты даже можешь собирать и продавать листики, и получать на эти, на эти золото, на эти золото и монеты, можно получать даже золото, вот эти, А если чё-то не будете хватать, то значит пополняйте там, на счёта, Яндекса, Киви и другие платёжные системы, можно пополнять, так же можно выводить оттуда деньги из этой, из игры, и получать заработанные деньги, и всё. Так же можешь получать ежедневные бонусы в этой игре, Golden Mines, можешь получать и за гномов, жди, а так же можешь пополнять для, для покупок этих гномов. Покупайте гномы, гном малыша покупайте, за 21 штуки покупайте, а студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40, 40 штуки, а обывалок покупайте 400 штуки, а просто покупайте на 60 штуки, Так и будут больше, много приносить вам доход, и больше, много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать, давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холобола Холобола, качественная акустическая система, крайне необходимая вещь для желающих устройств домашних, там кинотеатр, и просто любительской качественного звука с любого мультимедиа. Устройство, современный рынок, аудиоаппаратурный, предлагает разнообразный выбор техники, способные удовлетворять потребности любого пользователя. Перед тем, как сделать выбор во пользу конкретной модели, необходимо тщательно разобраться в том, какая лучшая подойдет именно вам. Следует помнить, что это не просто динамики для подключения к телевизору, или как, например, профессионального компьютера или к ноутбуку, А источник пояса, качественное аудио благодарное, которому можно будет оценить красоту звукового сопровождения фильма, услышать все детали музыкальной, композиции и другие. И данная статья поможет разобраться со тонкостями выбора АСС, а также представим наиболее популярные модели по мнению покупателей в 2019 году. Звук на всех высотах прелестные и даже не хрипит и никак не шипит на самой большой громкости. Нет, разве что легкие. Не знаю, плюс это или минус. Для кого-то для меня плюс. Лучшие колонки среди колонок за 2 и 3 тысячи. Тебе более за такую цену. Внешний вид намного лучше, как вы считаете. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Что какие лучшие, а что какие ужасные или плохие колонки. Модель у нас SP... Ой, 120. Или 12-я модель. А то смысл откручивать и открывать. Если хоть что-то есть, наличия нет. Как говорится, шило на мыло. Достались вроде как со скидкой. Но если бы знало, какое по факту качество звука не взял бы и не порекомендовал бы никому. Так, описание и кортка от табаря у нас тут. У нас тут и картинка есть там. Разъем для наушника. Нет побер для этого выключения этого питания. Только USB есть. Который оставляется включённым на компьютере. Как мышка светится. Котка от табаря. Компьютерная акустика стерео. Суммарная мощность 3 вольт. Однополосные колонки. Мытье корпуса колонок пластик. Питание от USB. Диапазон от частот. 160-20 тысячи ГЦ. Разъем для наушников. О, а тут вот цена есть. Цена. Предположение в магазинах в Оренбурге цена. Если кто захочет, купит в такие колонки. Где-то стоит по 5 тысячи, по 5 тысячи и по 1000 рублей где-то стоит. И 600 тысячи. 500 тысячи. Карта. По-прежнему расположение находится здесь кто-то. Я правильно понимаю, что это Genius SP-UI 120 колонки с разъемным наушником без выключения. ВКЛ. Вот питания в сети нету. Только от USB. Регулятор громкости и трансформатора. Так. Это Оренбург. Сейчас, сейчас, сейчас мы... Вот где-то по... Короче, по всей стране там покупает. Ну, там в Самаре. Буза, Лука, Нефоти, Горска и так далее. Так, характеристики, переходим сюда. Характеристики от товара. Аса Genius SP-UI 120. Это небольшие компактные колонки для компьютера, которые обеспечивают качественный звук. И в диапазоне от 160 до 20000 ГЦ, как мы уже и с вами говорили. Акустика отличается чистым звучанием. И предназначена для воспроизводения музыки, аудиодорожки, видеофайлов и игр. Питание организовано от компьютера через USB-порт. Сигнал подается через стандартный кабель 3,5 дюйма. Суммарная мощность колонок 3,2 вольт. Подробные характеристики у нас. Цвет чёрный. Основанные характеристики 2,0. Суммарная мощность 3,2 вольт. Материал корпуса фронтальных колонок сателлитов. Пластик. Так, мы уже это не будем говорить. Там диапазон воспроизводитель 6. Там уже вроде бы написано. Отношение сигнал шум. Осень с ДП. Разделение каналов 40 ДП. Функциональная возможность. Но это тоже мы читали с вами. Интерфейсы. Линейный вход стерео. Есть разъём мини-жат. Разъём для наушников. Есть. Акустика. Количество полос фронтальных колонок 1. Мощность фронтальных колонок 1,5 вт. Разъём динамиков фронтальных колонок 1,50-90 мм. Дополнительная информация. Размеры фронтальных колонок ШВГ. Ш 66 мм. В 107,4 мм. Г 78 мм. Есть слабенькие, но тем не менее басы. Динамики хорошо берут средние и высокие частотные диапазоны. Смешён в какую-то определённую область. И они всё играют очень хорошо и отбалансировано. Сделаны из крепкого и надёжного пластика. Ничего не пахнет. Зазор нет. И качество сборки на высоте. Наличие выхода для наушников. В некоторых ситуациях очень удобно. Копиечная стоимость. Выглядит даже лучше, чем на фотографии. Просто тень. Пластиковый корпус. А не из МНДФ. Из какого-то материала дерева. Дешёвые и средние играют нормально. Хоть и не словно какая-то фай-фай. Акустика в печа-печа-линия. Вот покупки положительные. Интересный дизайн среднего звука. Ну и цена дешёвая. Шипит одна колонка. Когда делает громче во самой колонке. Хотя может они разыгрались. Сейчас уже вроде не слышно так. Говорит свет, когда колонка подключена к компьютерному, к USB шнуру. Жаль что-то. Нет кнопки питания на самой колонке. В целом, если надо такую, то какое-нибудь звук. Я можешь это брать, если не хочется каждый раз сидеть в наушниках. За 500 рублей вполне хорошие колонки. Но вставить 5 баллов из-за 5 за них занесёт. Внешний вид хорошая передача звука. Невозможно отключить от питания. Но стоят хрипы из динамика через 2 месяца эксплуатации. Перестала работать правый динамик. Хрипы маленькие срок службы будут возражать. По гарантии. Жаль. Не успел оценить из-за странного брака. Хоть и такие в руках попались колонки с браком. При подключении к любому компу в доме. Триком подажа без подачи звуконосца. Выкрученная ручка. Громкости из-за динамика шёл отрезка. И реально. Но при подключении к любому мобильному. Тоже тестилось. На 4 мобах. Как ни в чём не бывало. Звук ну прям изумительный. Несмотря на малые радиус динамиков. Даже басы пытались выдавать. Хороший и чистый звук зафиксирован. Не знаю что было с моим экземпляром. Но если бы они работали у меня на компе. Так же как и на мобилейке. Но обязательно оставил бы кстати магазины по всему страну. Подвердили браками. Так что вскоре относится к конкретной партии. А не к моделям. Сама модель мне понравилась. И по звуку и по внешнему стилю листики. Заземление в доме. И не буду ничего щипеть без него. И за 150 км шипят от 220 вольта. Достоинство масса звука габаритной. Риты. Питание по USB включается. При запуске ПК разъёма под наушниками. Достаточно мощности для повседневных задач. Возможно яркий светоподиод. Который на моём ПК не гаснет. При включении последнего низа по оконечному не хватает. И баса по сути нет. Но для такой минимальной техники. Это простительно по сравнению с ними. Дженюса СПУ-120 просто космос. Когда уже увидел в первый раз. То вам покажется что это какой-то фейк. Как из-за таких миниатюрных колонок. Как можно доноситься. Такой классный звук. Такой классный звук. Но это правда рекомендую к покупке. Выход для наушников и управления. Громкости прямо на колонках. Дизайна без узелений. Одна из самых дешёвых моделей. Не разваливаются частоты звучания. Ничего особенного не обнаружил. Колонки и уже успели пережить. Многие часто приходят переносить их с собой. И подали разок. И всё равно всё норма. Корпус нигде не тряснутый. И ничего не отклонялось. Подключение к источнику производится. С помощью мини джека 35. Да есть хоть к лепту тому. Хоть к телефону. Подрубить их можно куда угодно. Кабели надёжные. И контакты. Но нигде не переламывается. Не совсем удобно. Что провод питания. И 3-5 миллиметра джека. Различный размер. Но она в общем фоне. Это просто мелочь. Зато во остальном. С акустикой. Полный порядок. Если вам понравился этот видос. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Не забываем жахать на колокольчик. Всем удачи. И сонара.